Всем добрый день! Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своем канале. Я продолжаю свои прогулки по Москве. Сегодня я оказалась здесь по своим делам, вот здесь, в центре города, практически в центральной части города, на Школьной улице. Это ансамбль Рогорская имской слободы XIX века. Вы знаете, я всегда очень люблю здесь гулять. И при каждом удобном случае, а случаи у меня встречаются довольно, попадаются вот эти возможности такие довольно часто, я всегда здесь по этой улице стараюсь пройти. Ну уж больно мне здесь как-то атмосферно кажется. Как-то вот как будто попадаешь в какой-то другой город, в другой мир, хотя совсем вот за этими домами на параллельной улице очень оживленная магистраль улицы Сергия Радонежского. Но вот здесь, глядя на вот эти дома, если бы не было еще вот этих больших зданий, то просто окунаешься в какой-то провинциальный небольшой городок. И каждый раз почему-то гуляя здесь, вот ни разу не было, я снимала здесь, наверное, уже раза три, ни разу не было, чтобы была хорошая погода. Вот почему-то всегда пасмурно. Зимой ли это, летом ли. Я здесь снимала на Новый год. Ну вот всегда вот примерно вот так же сера. Не знаю почему. Но это не меняет атмосферу этого места. Оно все равно очень атмосферная, такая интересная улица. Она как-то сумела сохранить облик вот этой двух-трехэтажной застройки 19 века. Недавно она была отреставрирована, эта улица, и стала пешеходной. Здесь как бы создан ансамбль, я уже сказала, ансамбль Рогожской-Ямской Слободы. В прошлом эта улица называлась Первая Рогожская улица. Название было дано из-за расположения в Рогожской Слободе. А еще в конце 16-го, начале 17-х веков она называлась Тележная улица. Ну а современное название школьное дано в 1923 году. Кстати, от Рогожских всей этой Слободы. Уже недавно здесь снесли Рогожскую заставу, которую я снимала еще в прошлом году. Так что теперь на моих видео уже раритетные съемки. Уже этих домиков нет. Там все снесено, целый квартал, и будут строиться какие-то многоэтажные дома. Как всегда, мне очень-очень жаль. Не знаю, кому мешали эти замечательные домики. Просто не понимаю. Вот. Ну ладно, пойдем дальше. Итак, в самом конце 16-го века указом царя Бориса Рыдунова в 1552-1605 годах на окраине Москвы, близ деревни Андронова, на левом берегу Яузы, была устроена Емская гонная Слобода. Своё название Рогожская Слобода получила по богатому селу Рогож, ныне город Надинск. И две главные улицы Рогожской Слободы – Воронье, ныне Сергий Радонич, что здесь вот недалеко, и первая Рогожская, ныне Школьная, про которую мы сейчас с вами идем, они сохранились и поныне. До 1919 года существовало пять Рогожских улиц, которые были переименованы в Школьную, Библиотечную, Вековую, Пролетарскую и Трудовую. Все дома на Школьной улице имеют сходное строение. Обычно два этажа и обязательные ворота для лошадей, так как здесь останавливались на отдых обозы ямщиков. Мы сейчас с вами проходим, кстати, выставку. Я не стала её снимать более подробно, отдельно. Такая фотовыставка, объясню почему. Потому что очень такая специфическая, ну, не для каждого, наверное, не каждый остановится, чтобы эту выставку поизучать, посмотреть. Вот, если кому-то это интересно, можете приезжать на Школьную улицу и всё подробно-подробно увидите. А я бы вам просто сняла вот так вот, как бы фоном рядом. И сейчас я вам покажу, эта выставка называется МОЗПРОМ. Ну, в общем, здесь про промышленность московскую. Я так понимаю. Вот. Калейдоскоп МОЗПРОМ. Фотовыставка. Сейчас я вам покажу всё с другой стороны. Но всё равно как-то так, всё скользь. Ну, яркая такая выставка. Я здесь знаю, вот, Вимбельдам. Вим-бим-дам узнала. Концерн. Молочный. Ну, что-то я в последнее время что-то как-то не вижу. Или просто не обращаю внимания. Их продукция раньше прям была повальна. Так. Ну, давайте продолжим про Школьную улицу. Раз уж мы сейчас эту выставку пройдём. Как я уже сказала, здесь дома в основном двух-трёхэтажные. И обязательно ворота для лошадей. Так как здесь останавливались обозы ямщиков. В девятнадцатом веке начала развиваться железнодорожная сеть. И потребность в ямщиках постепенно стала отпадать. От Слободы сохранились лишь основные улицы, которые после пожара 1812 года застраивались схожими по строению двух-трёхэтажными каменными домами с большими въездными воротами, лавками и жилыми помещениями. Вот типичные дома. Они все похожи на самом деле. Двухэтажные, но бывают трёх. И обязательные ворота. Однако и после этого пожары здесь были обычным делом. Во дворах устраивались деревянные навесы с деревянным же настилом для лошадей. И в случае возгорания огонь легко по ним распространялся. Ну вот, с выставкой мы разобрались. Вимбельдан увидели. И идём дальше. Гуляем по школьной улице. Людей мало. Мне всегда все пишут, что у меня мало на улицах людей. Дорогие друзья, здесь я гуляю во сколько это было? Где-то около 11 часов. Я не знаю, здесь почему так мало людей. Это не раннее утро. Вот на параллельной улице оживлённая жизнь. Жизнь бурлит. А здесь вот такая вот тишина. Ну, возможно, здесь какие-то офисы находятся. Я не знаю. Но хотя зона, часть пешеходная. Машин здесь нет. Кусочек небольшой. Кусочек вот с левой стороны. Откуда мы начали свою прогулку. Там ещё можно припарковать машины. Кусочек этой улицы не пешеходная. А вот здесь, вплоть до Дороговской заставы, всё это пешеходная часть. Вот вы видите, вон прямо перед нами с правой стороны дом 26. Там один из пяти домов, которые занимает Тантора, Центр реставрации памятников истории культуры. Здесь вот таких домов несколько. И в этих домах сейчас, в отреставрированных зданиях в настоящее время располагаются различные учреждения, как я уже сказала, офисы. Ну, а сама школьная улица является одной из пешеходных улиц Москвы. Причём очень симпатичной. Такой необычной и атмосферной. Протяженность этой улицы 700 метров. Ближайшая станция метро здесь Римская или площадь Ильича. Кстати, вот недавно я разговаривала со своим одним знакомым. Мы с ним здесь встречались просто пообщаться. Хотели пойти в кафе. И я ему говорю, давай увидимся по школьной. Пройдёмся. Он говорит, а что за школьная улица? При том, что он давно живёт в Москве. Он работает на телевидении. Достаточно мобильный гражданин. Вот он не знал, что здесь такая улица есть. Я думаю, что многие не знают, кроме тех, кто здесь живёт. Потом мне всё говорил, спасибо, спасибо, что ты мне показала такую замечательную улицу. Я бы в жизни даже не подумал, что здесь такая пешеходная зона с такими чудесными домами может находиться. И вот, насколько я так уже понимаю, что действительно, например, тех, кто живут здесь, возможно, многие и не знают про этот такой чудесный островок. Ну, или кто-то, может быть, работает рядом. Хотя улица проходит параллельно. Повторюсь ещё раз, улица Свердорадонежского. Здесь вот оставили брусчатку кусочками. Я вот вам показываю, там ещё в конце улицы тоже есть. Я не знаю, то ли это они оставили специально, то ли они её просто вымастили как бы под ту, которая была, то ли она настоящая. Это я вам сказать не могу. Вот. Значит, пересекает эта улица Большую и Малую Андроневские улицы. И здесь, поблизости от начала улицы через дорогу находится ещё и Андроников монастырь, музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, а за ними набережная Яуза до Лефортова. И здесь же недалеко, с другой стороны, находятся Новоспасские и Покровские монастыри, и также Москва-река с остановкой катеров, пять минут идти от метрополитации. Короче, в таком интересном месте находится эта часть. Вроде как эта улица вроде как между такими известными объектами, а вот затаилась и не видно её. Вот. Но зато её недавно, вот я сказала, реставрировали, и она сохранила такой вот целостный более-менее облик двух-трёхэтажных застройок девятнадцатого века. И вот на всех этих домах висят таблички, и там не написано, кому принадлежал дом, кто был хозяином и так далее. Я даже не стала в интернете этого искать, потому что это в целом ансамбль. Везде написано, что это просто ансамбль Ророжской Слободы девятнадцатого века. И я думаю, этого достаточно. Здесь такие таблички есть в начале, в конце улицы и ещё посерединке есть. И некоторые сохранившиеся дома скрывают за своим фасадом классические формы зданий, которые относятся к постройкам начала девятнадцатого и даже восемнадцатого столетия. Ну вот, я вам всё показала. Как я уже сказала, здесь в Ророжской Слободе царь раньше селил ямщиков, доставлявших почту и товары из Москвы в село Ророжу. Ну и главные транспортные артерии, по которым расчисленные обозы проходили на Владимирской Рязанской тракте, как раз и стала тогда она называлась Тележная улица и здесь был такой центр суть всей ророжской жизни, такая шумная была многолюдная яркая улица, которую так называли Большая ярмарка. Местные жители зарабатывали промыслами, обслуживающими нужды ездивших по дорогам, например, продавали телеги, тарантасы, принадлежности для лошадей, товар для надленности выставляли на улице, удачную покупку отмечали в трактирах, пивных, которых здесь всегда было много, и народу всегда в этих трактирах и пивных тоже было много. за возведение в 1742 году отрут Москвы 37-километрового камер коллежского вала и его застав, то есть это фактическая таможня, а с 1806 года официально по лицейской границе города, территория Рорусской Слободы стала частью Москвы и ее облюбовали уже купцы. Территория Слободы стала активно застраиваться домами купцов, здесь же привольно расположились многочисленные лавки, пекарни и до наших дошли всего несколько домов. Того времени эта улица сильно страдала от пожаров 1812-1862 года. Несмотря на такую достаточно небольшую ширину, тогда это была не самая узкая улица, но сейчас нам кажется, что она узкая, но тогда здесь всегда была такая толчия, и с раннего утра толпился народ, как я уже сказала, и представлял собой большую ярмарку. Здесь шла очень бойкая активная торговля. также еще раньше у нее было название Крутоярское народное название, так ее называли в народе, по стоявшему на ней пивному кабаку Крутой Яр. Это петейный дом в Рогожской Слободе, Емской Слободе у Рогожской заставы. Ситуация такая типичная для России в тот период, историческое название соседней добровольческой улицы, Хива и многие краеведы связывают с располагавшимся здесь одноименным рестораном, который держали узбергские купцы. То есть это было типично в народе называть по петейным кабакам. Исторические помещения петейных ресторанов этих не сохранились. Неплохой доход приносили постоялые дворы и гостиниц, которых на тележной имелось немало. Их можно было легко узнать по большим деревянным воротам, перед некоторыми из которых сегодня сохранились отбойные каменные тумбы, передавшие сани, телеги, экипажи от заносов. Обычно путники стучали в дверь большой ручки. Хозяин заведения выходил и рассматривал через решетчатые окошки человека, просившего кровь для себя и своей лошади. Если то есть вызывал подозрение, он пускал на него собак. А между воротами и землей был оставлен небольшой зазор для этого. Добавлю, что эти двухтрехэтажные ямщицкие дома с большими арками строились по типовым проектам. На первом этаже конюшня, на втором небольшие квартиры для людей, во внутренних двориках деревянные амбары и навесы для сена. Дворы тоже мастили досками. Ну, поэтому случались пожары, это я уже вам говорила. Над воротами некоторых постоялых дворов можно сейчас увидеть крест, который напоминает о том, что большинство обитателей улицы Таежной были старообрядцы, например, дом 25. Вот. Ну, вот, наверное, и все на сегодня, что я хотела вам сегодня рассказать. Всем большое спасибо за просмотр. Я жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого-самого хорошего. Самое главное, будьте здоровы. Всем добра, здоровья и удачи. Всем спасибо. Всем пока-пока. Всем пока-пока.